ПОДЛЫЙ 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 КОСТЮМА В то время как правая перчатка имеет более простой дизайн. Это потому, что левая перчатка брони может быть оснащена электрическим полем или звуковым импульсом. Правая перчатка костюма может быть оснащена ракетами, неограниченными лазерами, лезвием, крюком, гранатами, кривобластером, транквилизатором или мини-пистолетом. Костюм сохраняет свои фирменные репульсоры, а также вибранивый дуговой реактор и грудной репульсор, как и предыдущие костюмы. Марк-15 наряду со всеми другими недавно построенными костюмами Марк использует более передовую технологию, основанную на технологии Марк-7, которая способна обернуться вокруг тела Тони без помощи роботизированных рук или каких-либо внешних механизмов. Будучи построенной быть легче, чем обычный костюм Железного Человека, чтобы помочь повысить его скорость, ловкость и эффекты стелс-системы, костюм по-прежнему подходит для боя, несмотря на его ограниченное оружие, но не так бы и способен, как обычный костюм Железного Человека. Костюм подходит только для стелс-миссий и ограничивается тяжелым боем. Он также сохраняет свое фирменное оружие, которое является репульсорами на его ногах и руках, а также на груди. Поскольку Марк-15 имеет легкие хромированные золотые титановые пластины, его скорость значительно увеличивается. Костюм также очень подвижен, способен выполнять различные маневры во время полета. Его система маскировки позволяет хромированной броне светлеть или темнеть в зависимости от окружающей среды, позволяя ему использовать скрытность и становиться практически невидимым. Большая часть энергии скафандра направлена на его маскировочную систему, чтобы он мог хорошо функционировать и работать плавно во время скрытных миссий. Марк-16, также известный под названием Ночной Клуб, является черным костюмом стелс и был одним из нескольких новых доспехов Железного Человека, созданных Тони Старком в составе Железного Легиона. Костюм получил свое название Ночной Клуб, потому что, как и подлый, он имеет систему маскировки, встроенную в его броню, только он более продвинутый и может полностью сливаться с окружающей средой, особенно ночью. Поскольку скафандр был построен с усовершенствованной системой маскировки, он имеет очень ограниченное оружие и не несет столько, сколько Марк-15. Единственное оружие, которое он имеет, это его фирменные репульсоры, которые он сохранил от своих предыдущих костюмов. Марк-16 подходит только для стелс-миссий и не подходит для тяжелых боев. Дизайн брони основан на костюме Марк-15, имея черную цветовую схему с серебряными пластинами на ней. Однако Марк-16 имеет передовую технологию маскировки цвета, которая позволяет ему менять свои цвета с черного и серебряного на классический красный и золотой. Костюм, как и его предшественник, немного легче обычного костюма Железного Человека, что делает его идеальным костюмом, подходящим только для скрытных миссий. Костюм сохраняет фирменные репульсоры, а также грудной репульсор и дуговой реактор, которые использовались в предыдущих костюмах. Этот костюм имеет небольшое сходство с броней боевой машины Марк-1. Марк-17, известный под названием Серцеед, является одним из костюмов Железного Легиона. Скафандр получил свое название Серцеед, потому что имеет негабаритную грудь, которая может стрелять мощными зарядами. Марк-17 может стрелять узкими или широкими лучами, а также может генерировать репульсорный щит для защиты. Костюм имеет красно-золотую цветовую гамму, как и большинство его предшественников, а также более громоздкий вид из-за толстых многослойных вибраниевых накладок и негабаритного грудного репульсора, встроенного в бронированной области груди костюма, что является его самой уникальной и заметной особенностью. Броня имеет четыре титановые стержневые структуры в области грудной клетки, которые идут до плечевых пластин и далее вниз к спине, а затем обратно в область грудной клетки, что создает иксоподобный жилет, который прочно удерживает слишком большой репульсор грудной клетки. Шлем и маска скафандра были основаны на первых конструкциях скафандра Марк-11. Внешний вид маски отличается от всех остальных костюмов. Она имеет более грубый внешний вид и не такая гладкая, как у обычного костюма Железного Человека. Броня имеет четыре серебряные прямоугольные направляющие, идущие до самой спины, которые дают маске возможность скользить вверх и вниз при активации тони по желанию. Костюм, как и его предшественники, сохраняет фирменные репульсоры, которые использовались в предыдущих костюмах, а также его дуговой реактор, который питает весь костюм, в то время как его грудной репульсор был специально изменен для функциональности костюма. Броня специализируется на интенсивных перестрелках с центральным проектором в качестве сильнейшего оружия костюма. Он может стрелять гораздо мощнее репульсоров. Марк-17 также выдерживает высокую огневую мощь, так как имеет дополнительные броневые накладки по всему телу, что приводит к более громоздкой, но более сильной защите костюма. Марк-18, также известный под кодовым названием Казанова, имеет стелс-артиллерийский уровень и был одним из нескольких новых доспехов Железного Человека, созданных Тони Старком в составе Железного Легиона. Костюм получил свое название Казанова, потому что, как и его предшественник Марк-17, он имеет негабаритный нагрудник, который может стрелять мощными зарядами и генерировать репульсорный щит для своей защиты. Плюс он имеет продвинутую систему маскировки, которая была основана на успехе системы Марк-16. После успешных испытаний Марк-16, система маскировки была сильно модифицирована, чтобы ее можно было совместить с мощным оружием. Таким образом, костюм имеет столько же огневой мощи, сколько и обычный костюм Железного Человека, и теперь подходит для тяжелого боя. Тем самым, Марк-18 имеет возможность использовать тяжелую огневую мощь и систему маскировки в то же время, которая является улучшенной версией предыдущих костюмов. Новая система делает его полностью невидимым для врагов и позволяет ему сливаться с окружающей средой. Марк-18, как и его предшественник Марк-16, имеет передовую технологию маскировки цвета, которая позволяет ему менять свои цвета с черного и серебряного на классический красный и золотой. Дополнительно, в наплечных капсулах размещены 92 миниатюрные ракеты класса воздух-воздух, которые можно запустить одновременно. Также броня оснащена магнитом на каждой из своих перчаток. Марк-19, также известный под названием «Тигр», является прототипом высокоскоростного костюма. Костюм получил свое название «Тигр» из-за своей способности достигать высоких скоростей и имеет цветовую схему, которая напоминает тигра, от которого и происходит его имя. Костюм был прототипом полного и усовершенствованного костюма Марк-40. Он был построен с акцентом на тестирование начального высокоскоростного путешествия. После того, как испытания были завершены и оказались успешны, была создана новая и улучшенная версия с полной технологией для очень высокоскоростных путешествий, которая позже была известна как Марк-40. Марк-19 – это обширный редизайн Марк-10. У него тяжелые стабилизаторы полета под ногами и на туловище, предназначены для исследования потенциала маневренности. Марк-19 был уникален тем, что он мог маневрировать в воздухе практически без потери скорости и мог выполнять сложные маневры на экстремальных скоростях. Он оснащен видимыми и мощными дополнительными репульсорами, прикрепленными к бокам скафандров в области живота, которые предназначались для увеличения скорости полета и мощности. Сам костюм усилен, чтобы противостоять высоким нагрузкам во время полета. Марк-19 имеет стандартную репульсорную технологию и ракеты, которые расположены внутри ног, предположительно для атаки в воздух-земля при горизонтальном полете на цели. А также эта броня имеет множество инфракрасных вспышек, что является еще одной особенностью, общей с большинством ее предшественников. Марк-20, также известный под кодовым названием Питон, является полностью готовым прототипом костюма дальнего действия и был одним из нескольких новых доспехов Железного Человека, созданных Тони Старком в составе Железного Легиона. Броня была создана вскоре после битвы за Нью-Йорк. Костюм получил свое название Питон из-за способности идти на большие расстояния, имитируя способность Питона. Он имеет больше энергии, хранящейся в системе скафандра, которая направлена на его систему полета, чтобы выдержать большие путешествия и тратить энергию медленнее, чем обычные костюмы Железного Человека. Это один из многих доспехов в Железном Легионе, который использует конструкции Марк-7 в качестве своей базы с аналогичными функциями бывшей боевой брони. Цветовая же схема костюма является уникальной, черно-золотой, в отличие от классического красно-золотого цвета основных костюмов Железного Человека. Несмотря на сходство с Марк-7, эта броня менее громоздкая, в таких областях, как нагрудная пластина. Его дизайн основан на Марк-9. Он легче, чем кажется, потому что был построен из очень тонкого и крепкого титанового сплава, который позволяет ему путешествовать намного быстрее и в основном на большие расстояния. У Марк-20 есть мощный двигатель, оборудованный на его спине. Двигатель имеет одну струю и является вторичным источником питания, используемым в полете. Броня имеет противотанковую ракетную установку, похожую на ту, что имел Марк-3, но намного больше. Многочисленные миниатюрные ракеты класса воздух-воздух размещены в плечевых капсулах, которые являются частью съемного рюкзака. Эта броня оснащена теми же лазерами, что и Марк-7, и имеет множество инфракрасных вспышек. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова